Дачное карате вас приветствует. Грешно пропустить такое бабье лето, такую красоту. Хочется снова порубить какие-нибудь бутылки. Вот они тут уже у меня выставлены, несколько штук. Не всегда рубка получается хорошо. Надо снова готовить клинок. Мы его натачиваем сначала. Чтобы не порезаться, надо быть очень осторожным, предельно осторожным, чтобы с острой стороны не резануть себя. Можно прорезать, так можно и пальца лишиться. Вот все зазубринки тонкой частью бруска мы снимаем. Маслом, которое снимает все лишнее, заодно очищает поверхность клинка и делает его гидрофобным. Отталкивает воду, которая у нас в бутылках налито. Как я понял, полные бутылки, они еще тем создают возможность разрубания, что они довольно тяжелые. То есть инерция не позволяет им улететь сразу. И в этот момент, пока мы разгоняем эту бутылку ударом клинка, происходит разрезание, разрубание. Есть такие, много есть уловок всяких, когда показывают фокусы. Можно, например, бутылку приклеить к основанию, тогда она разрубится просто идеально. И покажется, что удар настолько великолепный, что бутылка не шелохнулась. Вот есть разные типы пластика. Вот этот пластик довольно тяжело рубить, а вот белый пластик, он срезается иногда просто идеально. Вот, ну попробуем что-нибудь разрубить. Вот, здесь важно, конечно, чтобы еще режущее было движение. Хотя иногда мастера считают, что мы должны как будто вот мячик запускать. Как будто у нас здесь мячик, и мы его запускаем туда. Вот, не разрубаем на себя, как вот шашкой рубят. И с потягом для того, чтобы, там, скажем, лазу, когда рубят, вот это же не просто рубка сверху вниз. Должна быть протяжка. Вот эта протяжка и создает режущие действия. Поэтому я думаю, что вот мастера, которые считают, что удар должен быть таким, как будто мы вот самой дальней частью только запускаем весь вес катаны, это, я думаю, что не совсем правильно. Хотя в бою это действительно может быть и так, такой тычок верхней частью. Но для того, чтобы что-то разрубить, конечно, нужно тянущее движение. То есть, запустили и вернули на себя руками. И в этот момент столкновения с преградой, вот эта вот потяжка и должна происходить. Еще раз рубанем. Вот здесь отрубилось фактически идеально. Можно посмотреть. Вот такая штучка. Вот получилось просто идеально. Рубим. Последняя бутылка. Но здесь получилось совсем хорошо. Все-таки многое зависит от того, как разруб проходит. Вот тупой удар без протяга ничего не дает. Вот удар сверху позволяет днище упереться. И в этот момент происходит режещее движение. Вот тяжело почему-то срубить с правой стороны. Не знаю почему. Раньше рубилось. У меня хорошо, может, потому что диагональ делал. Как всегда после рубки хочется использовать палку. Потому что для нее у нас разные возможности есть. С палкой проще упражняться, конечно. И вращать ее там по-всякому. Некоторым зрителям мне очень не нравится почему-то, как я кручу палку. Ну, покрутите вы сами лучше. Покажите, как лучше. Значит, движение с палкой. Напомним, тоже уже об этом говорили. Обе руки работают. Не одной рукой мы бьем. Это когда у нас коротенькая палочка. Мы используем всю длину руки. А когда большая, ну, длиной руки тут неудобно. То есть мы укорачиваем ее. Вот у нас как будет. Мы можем, конечно, вот такое движение сделать. Одной рукой, вторую не используя. Но для силы удара где-то у нас центр вращения. Или там, где рука. Или чуть ниже между руками. Удар, да? Бам-бам. Многим кажется, что удары палкой – это удары на отмашь. Но они длинные. И их можно перехватить. В момент, когда вы замахиваетесь, вперед вылетает противник со своей рукой, который начинает тормозить палку. А дальше он бьет ногой по-разному. Другой рукой может добавить. Если у противника палка, вы замахиваетесь. Он блокирует еще на замахе. Оп! И тычок. То есть здесь короткие удары как раз создают определенное преимущество. Даже вот вы на отмашь попали и промахнулись. Противник-то вас в этот момент бьет. Что вы будете делать? Надо очень быстро загородиться. Раз, два. И тогда можно еще раз с махом бить. Раз, два. Да. Если же вы промахнулись так, что у вас есть возможность отступить, вот вы ударили сильно, противник начинает движение. Вперед коротким концом палки. В принципе, это на броске тоже очень хорошо может получиться. Длинное здесь не пойдет. Длинный пугнули, а коротко ударили. Вот все эти тычковые движения, они достаточно мощные. Если они даже как-то попадут в область корпуса или в голову противнику, то дальше уже можно добивать. Если вы на отмашь здесь пролетели, хоп, пролетели. Здесь можно ударить. В целом, если палку взять симметричным хватом, то удары идут довольно быстро, с короткой... с дистанции, откуда бы можно было попасть ногой и рукой, в принципе. Вот удар руки, удар палки. Примерно одинаковые. Да, вот. Ну, палка чуть-чуть дальше. Если мы выйдем на вытянутую руку. И палка у нас так. Вот так держать палку нельзя на вытянутую. Только на согнутую. Вот. Но здесь есть удар сбоку, и сразу может идти тычок. У нас не получится рукой. Даже если мы свинг сделали, здесь у нас на тычок не хватит никакой мощности. А здесь за счет того, что рука согнута при свинге, при боковом ударе, то еще можно, подпирая задней рукой, воткнуть. Соответственно, ноги работают. Как работают ноги, тоже надо понимать. Для того, чтобы пойти вперед, можно делать выпад довольно быстрый. А можно обмануть противника, запутать. Правая нога уже пошла вперед, а вы стоите на месте. Стоите на месте, потом выпад и удар. Раз, и удар. Вот. И все эти короткие удары, сбоку, да? Сбоку, снизу, сверху. Трудно от него уйти. Как вы всем телом можете навалиться. Вот такие движения. Раз, два. Снизу, сверху. Как будто вы плывете на байдарке. Раз, два. Но надо не забывать, что у вас еще нижние конечности свободными остаются. Поэтому вы можете пугнуть. Раз, пугнули. Сделали тычок в тот момент, когда человек уже снял защиту. Или пугнули, нанесли удар в пах. Раз, два. И еще раз в голову. Раз, два, три. Да, это очень быстро получится. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, поэтому, ну, подключаются другие варианты. Вас бьют. Раз, ушли. Загородились. Загородились. И на подскоке удар ногой. Да? Если противник пролетел мимо. Раз, сбросили его. Палка соскользнула. С одной стороны можете бить, а с другой стороны можете, не разворачиваясь, ударить. Или сделать тычок. Раз, два. Ну, это попасть надо, конечно, хорошо. Точно. Если у вас за палку схватили, ну, не рвать ее. Человек, наверное, вы рванули на себя. Он на вас пошел и атаковал вас рукой или ногой. Поэтому схватили, пусть держит. Можно в него пройти. Можно сделать вращательное движение. Вот этот свободный конец палки. Как бы крепко не держал противник, вы у него вывернете из кисти. Вот таким движением. Вывернули. И ударили. Или пусть держит. Да пусть держит. Или в конце концов бросили палку. Раз, два, три. Все. Держи палку, держи. Схватился. Провоцирующее действие. Удар снизу. Мечтаю с копьем попытаться. Как с копьем бились. Я думаю, что тут было много всяких хитроумностей. Как древние греки. Щит, копье. Загородился щитом. Отбил щитом. Ударил копьем. Да. Или... Какие были движения? Вот такие вот. Не скажу, что они очень хороши. Потому что, когда рука идет вперед, захват ослабляется. Вот. А дальше не идет. Сверху вниз хорошо. Вперед нехорошо. Значит, сверху это только бросок. Снизу. Если длинное копье, то, в принципе, снизу удар хороший. Вот, видимо, я думаю, вот так и стояли. Отбивали, ударяли. Может, ударяли с разных направлений. В бедро ударяли копьем. Может быть, на выпаде ударяли. Отбил. И пробил. Раз. И пробил. Как-нибудь попробуем. Если удастся изготовить щит, то копье-то уж изготовить совсем просто. Посмотрим. Ударная техника. Тут мы на одной из тренировок разной комбинации изучали. Вот одна из комбинаций. Это удар левой рукой. Атака левой. И бросится удар правой. Но если делать по воздуху, то так оно и проходит. Левый, левый, правый. А если чувствовать опору на противника, ну, естественно, вы пугнули левой. Вряд ли вы попали. На блок нарвались. Дальше вы не дотянетесь до противника. Просто стоя. Дальше нужен подскок или подход. Лучше подскок. Значит, ударили подскок. Да. Удар. Подскок. Какой рукой тут бить? В принципе, опора на правую. Но можно и на левую. И на левую, даже если она хорошо отдернута, то будет нормально. Видите, у нас как будто противник и пошел в сторону от нашего удара. И тогда нам левой бить удобнее. А раз. А правой уже добивать. Вот так. Прямой удар, конечно, многие пишут. Надо удар моей гири вкладываться. И все будет правильно. Разумно, конечно. Разумно. Удар моей гири должен быть наработан, причем, пяткой вперед. Носком это можно, конечно, пробить. Но пальцы сминаются, они мягкие. Даже если вы в хорошей обуви, такой прочной, в гриндерсах, все равно это гибкость такая, да? А каблук не сминается, как и пятка. Мощная кость. Удар в область живота, там, печень, паха. Можно особенно здесь в чем, что надо носочек вывернуть наружу, по отношению к своему корпусу наружу. Потому что если так, то удар получится такой не вполне хороший. Но это почувствовать можно, если просто бить носком вверх, перетягивается здесь сухожилие голени, приходится для того, чтобы нормально ударить, откинуться назад. А если вы бьете кикоми, пробиваете насквозь, то тогда лучше носок в сторону откинуть, и удар получится с разгибанием несколько в сторону. То есть коленка будет смотреть не вверх, а вбок. И тогда это движение очень мощное и попадает каблуком. Также на подскоке, вот вы привыкли стоять на левой ноге. Привыкли вы стоять левой ногой впереди. Вот так и пробиваете. Так, еще раз. Вот на подскоке. Чуть-чуть приходится откидывать корпус назад. Ну, можно прям вперед идти и там уже добивать мощными движениями. Правый. Даже вы можете показать правой рукой. Показали и попали каблуком прямо в солнечное сплетение. Ну, при умении можно в голову попасть. Ну, вот. Здесь где-то подбородок. Да. Ну, вот так где-то. Вот каблук улетел сюда. Ну, естественно, он идет немножко скользя, когда это мешок. А если тут подчаяние головам окажется и случайно зацепить подбородок, это все. Причем тут руками очень трудно будет удержать. Это другой вариант. вариант, когда мы колено повыше, подтягиваем колено и хоть прямо в лоб можно засаживать. На подскоке труднее, потому что тут вытянуться тяжело. Куда-то попадает. Но лучше, если хочется левой какие-то сделали обманные движения, а потом врубили. Вот. То есть на подскоке хорошо делать маваши в печень. И пролетает. Надо смотреть только, чтобы в локоть не угодить. А под рукой под локоть. Вот. Конечно, не научишься боевым искусством, не научишься по видеороликам, поэтому всех приглашаю в спортзалы. Или вот делайте у себя такие площадки на даче, где все очень удобно. Вот те же. Противник не знает, какой ноги вы его будете бить. Махнули одной. Той же ударили. Можно в корпус, можно левой в голову, можно пробить в середину. Вот. А один из моих любимых приемов это обозначить колено или пах и перевести. Идем вроде ногой вперед и бьем туда, где противник не ожидает. Это удар легкий, но даже легкого удара порой хватит для того, чтобы закончить бой последующей атакой. Раз, два. Дачное каратэ, занимайтесь спортом, защищайте отечество, защищайте друзей, близких и не давайте всякому хамью, всякой шпане никакого спуску. Если их много или вам кажется они сильнее, возьмите дрын какой-нибудь прихватите. Есть, не знаю, что там, кирпич или лежит ведро. Вот ведро такое взял и по кумполу дал. Может и не получится ничего дал. тут же махнул ногой влепил. То есть прямо что попадется наугад стою, раз, у меня вот такой дрын. Оп, оп, и все это действует. Что тут еще взять? Буквально любой предмет может превращаться в оружие. Каменюку какую-нибудь, палочку, даже если это небольшая палочка, вот она 40 сантиметров, удар будет здоров. Это даже не то что кулаком. Он противник не ожидает, он скорее, даже если он хороший практик, он ожидает удар кулаком, а тут палочка прилетит, кулак еще далеко на него не среагировал, а палочка уже в лоб ему даже просто щелчок бэнц, может он уже успокоится и перестанет одолевать ваших родных, близких, просто приличных людей. Поэтому где видите шпану, везде ее уничтожайте. Средства уничтожения это все пространство вокруг вас. В особенности когда в толпе, но это же стыд и позор, когда люди не помогают тем, на кого нападают, кому хамят. Берите за грудки или просто бейте, но потом сразу уходите, чтобы у вас не было проблем с законом, потому что у нас закон всегда на стороне преступника. Ну насмерть не надо, но так чтобы человек еле дополз до дома, вполне разумно, вполне возможно за хамство, за оскорбительные слова, за приставание к женщинам, за оскорбление слабых и так далее. Все это требует нашей активности и хотя бы минимальной подготовки. Ну вот площадочка такая на даче, дачное карате, во дворе там есть турничок, а не знаю, там прикрутите какой-нибудь кусок поролона или чего-нибудь такого, что заменяет макевару к дереву, постучите, посмотрите дистанцию, как вы ее держите, попробуйте, как ногу вынести повыше, если коленом бить за голову. Вот, а так сбрасывайте весь страх перед шпаной и идите вперед, ну, учитывайте, что, конечно, против вас может быть и нож, и несколько человек, и там тоже могут быть люди достаточно хорошо подготовленные. Главное, не тушуйтесь. не тушуйтесь, если вы взяли палку, то противник может быть вообще ретируется как можно быстрее и не рискнет с вами связываться. Еще раз занимайтесь боевыми искусствами, занимайтесь дачным каратэ, ходите в спортзалы. Слава России!